Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. В Потеряевке, в 1991 году, когда начали заново восстанавливать Потеряевку, по воскресеньям были занятия. В храме я не проповедовал, потому что не было еще щтецом, поэтому тематически, что происходило, какое событие, я его объяснял во свете Библии. И Игорь Барабаш записывал, ни у кого магнитофонов не было, у него там не помещалось, концовки отворваны, но смысл понятия на чем. Какое бы ни было событие, дороги, инструмент, пчелы, тут было о глазах что-то. Итак, глаза. Это слово встречается в полной Библии 501 раз. И слово око еще 383. Смотреть 506 раз и глядеть 38 раз. Впервые о глазе говорит дьявол. Он пользуется через обольщение в нашем глазу бытие. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Это дьявол говорит. И увидела жена, что в дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот я-то стал думать дальше. Это дьявол все делает. Обольщает знания, что-то будет глазами только. А суть-то нету. Она увидела хорошее, но к этому хорошему не надо было лезть. Бог запретил. Нет, а мы будем делать. Это вот везде сегодня. Измена Божьему повелению. Трусость и обман. И открылись глаза у обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Мне непонятно, с чем они сшивали-то. Какой-то нашли травинку или чем. Вот почему, когда люди говорят, да пошел ты нафиг. Это означает не просто нафиг. Это фиг, фиговый листок, которым прикрывалось. Это то же самое, когда посылают на три буквы. То же самое, три буквы. Устройство глаза настолько сложно, что и окулисты знают о нем далеко не все. Более 80% информации человек получает через глаза. Они находятся на высоте, как светильник для шествующего. Иван Глядлуки. Светильник для тела есть оком. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Понимаете, я никакие семинарии не заканчиваю. Но вот вы найдите, чтобы православные столько ссылались на Библию. В любом деле. Где? Высший авторитет Библии. Это Андрей Кураев увидел. Особый пиетет Библии. Особый. А почему? Я обратился, Библию получил у 50-тиков. И с первого дня я ее искал. Я не знал ее. В 23-го только я ее нашел. Глаза не требуют того, чтобы их украшали. Ибо они сами украшают собой все тело. Ничего нельзя сделать. А потом придумали, что зрачок должен быть широкий. Большой. И стали глаза себе чем-то закапывать. И ослепли. Это в мое время еще было. Иногда они бывают узкие, широко распахнутые или выпуклые. Над глазами Сократа кто-то посмеялся, что они у него были похожи на рачи. Выпученные, некрасивые. Он не замедлил опровергнуть это утверждение и спросил. Глаза для чего даны человеку? Для того, чтобы ими глядеть или на них, чтобы глядели. Все согласились, что для того, чтобы глядеть. Итак, ваши глаза... Слава Иисусу Христу! Смотрят только на то, что перед ними, ответил мудрец. А мои видят и то, что по сторонам. Так как они на выкате, они сидят в яминах, как у вас. Я вижу намного больше и знаю о мире больше вашего. И эту информацию в большем объеме я получаю постоянно. А вы меньше меня знаете из-за ваших глаз. Вот как надо отвечать. Глаз это прообраз фотоаппарата. Как-то один тут был, разошелся на евреев. А это пучеглазая горбоносая сволочь. И крупным заголовком напечатали. Потом его судили за это. Пучеглазая. Я в этом не вижу никакой вины. Вот пучеглазая, значит, Бог их отметил. Они больше нас видят, евреи. Горбоносая. Ну и что горбоносая? Горбоносая тоже может какое-то преимущество в этом есть. Ну кулан, посмотри, лошадь как бы, а нос как у него есть. И сейчас самолет это все горбоносые делают. Вот так изогнуты. Для того, чтобы расстояние до хвоста по верху было больше. Тогда подъемная сила увеличивается. Ну они смешнее. Самолеты-то вот так сделаны теперь. Дальше. Глаз. Прообраз фотоаппарата. Экглезиаст. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. И говорят, фотоаппарат это новое изобретение. Ничего подобного. Это взято с глазах. Вначале глаз появился, потом фотоаппарат. Сначала летущая мышь, а потом радарные установки. Сначала дельфины плавлю, потом подводную лодку. Сначала орел летел, а потом Жуковский резал, резал. Узнал подъемную силу, крыла. Тогда самолеты. То есть это было все под солнцем. Мне по одному делу пришлось быть в линейном отделе милиции. И вдруг ко мне подходит невысокий седой человек. Вы были на базаре. Две недели назад продавались жирную свинину. У меня вообще нет мяса на продажу. И при том я никогда не торгую. Это я ему отвечаю. Он еще раз внимательно посмотрел на меня. Вы были с братом? Понятно? Видно, что ему где-то далеко за 60 лет. И он это говорит. Смотрит на меня. А я стою в зале милиции. В коридоре. А почему? Я вел занятия пришел. Я во всех отделах милиции. В линейном. В пяти отделах. В городском, краевом отделе милиции. Вел занятия. Единственные, кого приглашали. Они бы увидели, что проходимец там какой-то. За мной приезжает машина и увозит. По заказу. Об экстремизме, шовинизме. Ну, какая тема интересует. Передо мной сотни офицеров сидят. С всеми хорошие отношения. А попы летуют. Ну, поэтому разное что-то. Я что-то сделал не так. Ну, было бы заметили. Я на глазах у людей. Я не в низинке сижу. Все время на верхотуре. Всю жизнь прожил. И он все говорит. Вы были с братом. Ага. И тут, только тут я вспомнил, что брат мой продавал свинину и попросил помочь ему занести мясо за прилавок. И в это время этот следователь проходил и случайно бросил на нас взгляд. И так зафиксировать смог. В глазу своем. Хотя он и не думал нас запоминать. И не знал, что нам когда-то придется встретиться. Вот что такое настоящий глаз. Ну, конечно. С бородами. За прилавком. Двое. Похожие. Видимо, это мы отобразили. Он не думал нас видеть. Это настоящий следователь. Вот барнаульский уголовный розыск. Преступники ненавидят просто. Дернул меня пять лет назад. Говорит, тут своровал. Уехал. Говорит, и проезжал с женой. Говорит, и решил папиросы купить. Только вышел, сразу арестовали. Как будто меня, говорит, ждали. Яма эта. То есть тут работают. По священному писанию глаз и разум рассматриваются в одной упряжке. Дьявол дает иное видение. Он снимает тормоза совести и сразу же за ноза осуждения влетает. Да, Бог не прав был, а в тот день я вижу, что дерево это доброе. Да. Первая она. И во все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Дьявол дает зрению иное видение всего, что ты знал и видел до того, когда слушался одного Бога. И открылись глаза их. Что значит открыть глаза и смотреть открытым оком? Это значит слушаться Бога. И в этом все благо изначально добром. И жить закрытыми глазами. Жить во тьме значит жить не по воле Творца. Забыть Библию. Откровение Божие. Жить по своей самости, по своему эгоизму. Любое преступление это не прогляд вперед. Нежелание даже знать, что последствия ждут его уже сегодня. Дьявол играет на вожделении, на пожелании, в сиюминутном. Дай, а иначе умру. Дай, а иначе незачем жить. Самая очкастая нация сегодня японцы. Они соглашаются, что идут на это добровольно, с большим усилием воли. Но иначе нельзя. Им нужно развить серое вещество под черепом. Это дает им власть над всем разумом. Над телом, над своим и над миром. Прописывая иероглифы, они теряют зрение. Но приобретают и в другом. Око-разум приходит на замену потерянному зрению. Так от прихоти сладостей оказалась самой беззубой нацией шотландцы. С годовой средней потребностью 96 килограмм сахара. Это все уже показывают. На что больше дается преимущество у японцев. Главное это знание. У нас говорят, что руды нет. Но у нас есть серое вещество, будем копать. Но у нас нет возможности жемчуг добывать. Мы не в персидском заливе. Но у нас есть серое вещество, будем добывать. Нефти нет, но у нас есть серое вещество, будем качать. И везде говорят так. И они развивают и все имеют. Умная нация. Умная, умная. Почему? Потому что все время заботятся об этом разуме. Бытие. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Ограничения для слепых есть в духовном плане служения другим. Он не может быть священником, чтобы не уронить чашу с дарами. Единственное. Есть и льготы для людей со слабым зрением не служить в армии. Родители прослышали про это и повезли сына своего к знахарю. То, что это закапал, и сын не прошел комиссию. Но глаза вытекли, и сын навсегда остался слепым. И сколько горя потом он хлебнул из-за этой мудрости, в кавычках, родительской. Посмотрите на красоту глаза. На его радужность. Голубые, зеленые, серые, коричневые. И даже разные цвета бывают. Зрачок царь в глазу. И кто-то пустил моду, что большой зрачок это хорошо. И стали закапывать глаза, чтобы люди видели, какие они красивые и глупые. А они в это время почти ничего не видят. Прикрашивание ресниц также отрицательно влияет на глаз. Потому что в него попадают разные химикалии. Ну, сейчас придумали очки не носить, а там наклеивает такое, как линзу где-то. А с линзой наклеивают, глаз не может реагировать ни на пылинки, ни на ничего нет. Это с последствиями будет. Не надо это, надо носить очки. А вот, ну, некоторые говорили, вот как Ждана продвижал, Владимир Георгиевич, против алкоголя где-то. И вот там что-то, и все продает что-то. Главное, если бы так было-то. Ну, и были, да, около меня были люди, которые этим занимались строго. И в самом деле стали лыше видеть. Но через короткое время зрение вернулось туда же, опять надели очки. Все. Иеремия, а ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Призрели тебе любовники, они ищут души твоей. Понравились длинные ресницы, значит, надо надклеить их. Без умею дьявола нет предела. Иеремия, подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как оравитянин в пустыне, и осквернилась землю блудом твоим и лукавством твоим. Самое красивое то, что Бог сотворил, и этим нужно распорядиться с благодарностью. Глаза сам по себе украшают все тело. Как одна мама показала душу своему ребенку, который все просил ее показать, как выглядит душа, она поставила его перед собой и сказала, смотри мне в глаза. И когда он увидел там отражение самого себя, он закричал, мама, вижу, вон она, какая она маленькая и красивая, как я. Если чуть-чуть у человека в глазу не работает один из мускулов, у нее уже глаз косило, и он уродует все тело. Как же надо ценить все, данное Богом, и сохранять все это в превозданном его виде, не претендуя на большее? И как все автоматически совершается в глазу, если солнечное свечение больше, то и глаз сужается, и поступает меньше света, глаза заждуливаются. Сказал, это я в виду занятия где-то, вот косоглазие бывает, конечно неприятно все, но жить можно. Но родители очень заботятся, особенно это у девочки. Ясно делается, что, как говорится, бортовать будут косоглазие, и теряют очень многое, глаза. Уха даже нет, она платочком привязала, и уха не заметят, это глаза. И начинают делать какие-то операции. Я пока в жизни своей не встретил ни одного человека, которому это помогло бы. А что нужно делать? Мягкость характер выработать. Она красотой не возьмет уже, это уже определенно. Но она возьмет добротой, нежностью. Они наоборот, такие эти дети бывают, злобные растут. Я лично имею который опыт, и это все вижу. Вижу, подсказываю, но никто не слышит. Продолжает лечить, надевает очки. Очки надевает, они маленько скрашивают косину и куда-то подворачивает. Это можно. Но никаких физических вмешательств не надо делать. Скажут, да что ты понимаешь? А что я понимаю? Что я не понимаю? Но я вижу, этот ребенок растет какой, он злобный такой. И у них кто нигде не замуж, ну только где-то там, на одну ночку может взять глаза, чтобы закрыть журналом с хорошей фотографией. И предохранительные ресницы всегда в настороже. И сразу же закрывают шторки век при малейшем прикосновении. И постоянное смачивание идет в глазу, чтобы все пылинки смахивать, как дворникам у машины. И моргание постоянное, чтобы мельчайшие невидимые пылинки убирать. Придумали линзы на глаза наклеивать, и очков нет, и зрение улучшается. Я впервые это увидел и сказал, это очень вредно, потому что на поверхность глаза не попадает ни одна пылинка. И глаз не может реагировать на то, что попадает на поверхность линзы. И атрофируется. Но глаз не может не чувствовать, что на него наклеили что-то, и он должен непрерывно бороться с этой наклейкой. Мне не поверили наши близкие, но прошло совсем немного времени, началось покраснение от отражения. И они сейчас снова надели очки. Линзы вредны. В зависимости от расстояния до объекта зрения, зрачок то расширяется, то сужается. У бинокля нужно эту четкость наводить передвижкой вниз. Линз. А здесь все автоматически и мгновенно. Боже, как чудно ты это устроил, хвала тебе. Были такие злодеи среди врагов, которые покушались на глаз, и притом правый, которым целились во врага. Первое царство. И сказал им Наас, амманитянин. Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля. В следующий день Саул разделил народ на три отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили амманитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них двоих вместе. Что с ними сделали? Видите как. Подобная картина была на войне. Когда Болгария потерпела поражение в борьбе с турками, турецкий паша ослепил сто тысяч солдат, и на каждого из девяносто девяти слепых оставлял одного с одним глазом, и эти делегации послал к царю болгарскому Борису, который при виде этого зрелища тронулся умом. Иногда думаешь, почему же Бог сделал таким хрупким глаз? Чуть что его задело, его уже нет. А вот у стрекозы вон какие твердые фары. Сколько песен про очи карии, они жгучие, как у испуганной эрлицы отверзлись вещи из деницы. Вот отсюда и поговорка. Залил зенки-то. Зенки-то, свои алкаши хаянные, зенки. Ну что это, гренки что ли? И каких только нет названий глазу. И глаза называются зеркалом души. Их называть смелыми и бесстыжими. Выдаращил шары-то свои бессовестные. Меняет название глаза на более вулигарное или более грубое, в зависимости от того, что дает человек. Ни одним органом в человеке так не пользуемся, чтобы выделить и весь настрой души его. А уж если сказали очи-очеса, то тут пахнет церковным. Вот понятно, глаза, очи. И вот смотрите, как Господь взял, как в ямках, с этой стороны ударить не достигнет. И все-таки с выколотыми глазами, с поврежденными, не так и много людей. И такой он уязвимый, чуть ткни и глаза нет. А посмотри, сколько вокруг нас людей, естественно, двумя глазами. Господь знал, непрерывно, чуть три стички коснулся, он уже закрыл. Вот уже и сохранение, как будто бы еще что-то там есть такое. Как вот фотоаппарат. Раз, закрывает, чтобы стекло не портилось. Как глаз моргает, как у крокодила под воду, глаза закрыл. Дальше. Книга Иова. Я был глазами слепому и ногами хромому. Когда помогаешь кому-то. Вы здесь, живущие потеряевки, должны быть в полном смысле глазами окружающим. Вокруг вас живущие по деревням глазами, как любить Господа, как жить свято и друг друга. А то прикрыли глаза и не видите, что устав нарушается, где бродит чужая скотина, что дети выходить начинают в поля без присмотра старших. Каин тоже хотел сказать Богу, что его глаза ему даны не для того, чтобы наблюдать, старожить брата своего Авеля. Устав наш здесь это не Библия, но много в нем изъято из Писания. И соблюдение его на пользу. Парфениев наказывал монахам творить память его в день его смерти. И чтобы в этот день были помпушки с маком. Он наказал, простое дело, помпушки с маком, память какая. И они это выполняли. У нас устав есть, и он урушает. В уставе прописано, чтобы дети одни не отходили никуда. А ягоды собирают, когда они от дома отдаляются. А ну там еще ребенка, можно беду сделать. Остальное время вы грызете по сухарику, по пескарику. А здесь вам будет отдохновение. Для нас это даже смешно, но это дает благословение. И наш устав также требует уважения к себе, как завещание первопроходцев. В саде пророк Давид безжалостно расправлялся с врагами. И он наблюдал за глазами своих врагов, за движением их ресниц. Псалом 34. Чтобы не торжествовали надо мной враждующие против меня неправильно. И не перемигивались глазами, ненавидящие меня безвинно. О как! Притчи. Мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Это когда выбирали президента, говорит, и шансонетки разбитные агитируют ногами. То есть повернуться там все проще. Притчи 10 глава. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. 16 глава. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство. Закусывает себе губы, совершает злодейство. Он печь злобы. Тогда уже это все было, все отметили. Мне не нравится, когда человек один глаз прижмуривает. Он обязательно где-то что-то коварное сделает. Удар сбоку. При том, под видом знания о тебе чего-то такого, чего и сам о себе еще не знаешь. Этот человек все время дает знать другим, что он себе на уме. Библия осуждает это. Взгляд должен быть открытым. Смотри в землю или вперед, или на человека, или закрой глаза. Но не подмигивай и не закусывай губу. Со старшими веди себя скромно, опустив взор долу. Есть рот, о как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Сирахов. Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее. Вот и все, вся психиатрия. Дальше. У лесков описывается человек, глаза которого были как бы натертые снегом, лучистые, как свет. И если глаза неспокойны, то хороший психолог может определить твое внутреннее тревожное состояние, как было с Ниэмией. Но царь сказал мне, а чего лицо тебе печально? Ты не болен? Этого нет. А верно печаль на сердце? Я сильно испугался. Сталин, если видел, что глаза у человека бегают, то такой мог сгинуть в гулаге. Заодно это. У преступника почти всегда глаза бегающие. Они не знают, до что уцепиться. И если он у тебя в комнате, то выстригает буквально все. Так блудник рассматривает каждую женщину. Он глазами ее раздевает до нога. Это так говорит Лев Толстой. Мы своих невест облекали не в одну одежду, а вы, офицеры, раздеваете ее до гола. Собака определяет свое настроение хвостом. Если бы человек имел хвост, то сколько эмоций бы выражали мы им. Но нам даны глаза, которые связаны с умом. Может поэтому чужие собаки не любят, когда им смотришь в глаза. Она тревожится и может тут же броситься. Может быть она видит истинную суть нашу. И наше зло выплескивается через глаза наши. Псалтирь. Выкатились от жира глазай, бродят полностью сердце. Жирные люди откладывают лишний жир не только на ляшках, не только на ланитах щеках, но и впадинах глаз, которые выдавливают глаза. Глаза даны человеку, чтобы видеть и запоминать доброе, чтобы изучать и излучать добро, чтобы научиться плакать. Псалом 118. Из глаз мы их текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего. Люди не соблюдают священное писание. Я об этом плачу все время. Меня не обвиняют. Они попрали церковники, все архиереи, все плоды патриарха и папы. Мне это открыто, я об этом говорю. У Ефрема Сирина были под глазами борозды от слез. Перед арестом я постоянно просил дара молитвы и слез. И Бог обильно благословил меня об этом. У меня из тюрьмы Евангелие вынесли. Она на все сморщена, все пропитана слезами. Я молился и слезы капали все время на это. Пропитаны, просто они сжались, эти листочки. Лев Толстой о себе пишет, что когда встретился с молодым христианским парнем, разговор зашел о женитьбе. То я и спросил его, сохранил ли он себя женщин. И когда тот сказал, что он еще не познал женщину, то Лев Николаевич прослезился и заметил, стар стал и слаб стал на слезы. Вот теоретик, но дошел же до этого, что если мужчина до свадьбы познал женщину, то он уже на всю жизнь не может быть никем, но только блудником. И никогда у него честного брака быть не может. И на каждую женщину он отныне смотрит, как на фунт живого мяса, приносящего ему лаковое удовольствие. Даже на мать, даже на сестру он нормально смотреть уже не может. И на блудном грехе, наверное, 99% будет погибших на суде и на мытарство. Притчи. Мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Глаза гордые, язык лыживый и руки проливающие кровь невинную. Что-то, что ненавидит Господь. Сын мой, отдай сердце про твое мне, и глаза твои, да наблюдают пути мои. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. Интересно, у кого багровые глаза. Ну пьяница с просонок, когда встает, а по-славянски смотрит, у кого голубые очи. Ну это разница большая все-таки, багровые глаза и очи голубые. Притчи. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. На церковно-славянском языке не багровые глаза, а голубые очи. Так не так переведено. Ну вот мы любители этого сакрального языка. За такие очи и полюбить можно пьяницу. Ненасытимы глаза человеческие. Притчи. Преисподние и Авадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие. Мерзость перед Господом, дерзко поднимающие глаза. И неразумный, невоздержанный языком. Глаза хорошие любые, но голубым как бы отдается предпочтение Библии. Они напоминают о небе, о святости. Песня песней. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающегося в молоке, сидящей в довольстве. Шея твоя, как столб из столовой кости. Глаза твои озерки, если вон. Ну какие озерки, это голубые. И послал Иесей, и привели его. Он был белокур, и с красивыми глазами, и приятным лицом. Это Давыд. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. С изобретением телевидения все ушло в зрение. Даже выступает какой-то депутат, просто говорящий, смердящая голова. И все равно сидят и смотрят. Экклезиаст. Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Как печально не видеть вокруг себя ничего. Отчего так и вопили слепые, приближаясь ко Христу. Евангелие от Луки. Когда же подходил он к Ерехону, один слепой сидел у дороги. Простя милостяне, и услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давида, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его помолчать. Но он еще громче кричал, сын Давида, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Экклезиаст. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Слепы многие, кого люди считают зрячими, второзаконие. Не извращая закона, не смотри на лица и не бери и дорог, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращать дело правых. Исход. Господь сказал Моисею, кто дал устать человеку? Кто делается немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Видите, как все это. Исход. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Иоанн 9, 39. И сказал Иисус, на суд пришел я в Мирсий, чтобы ненавидящие, невидящие видели, а видящие стали слепы. Слепой дядя Гоша, лютых из города Каннска, о котором я уже рассказывал, не поддается определению, как его Господь наградил. Через исцеление зрения Бог приводит людей к последованию их жизни, к покаянию и к познанию воли Божьей. Так Саул обратился через ослепление. Вот дядя Гошман был лет 6, отцу понес обед, а когда обратно шел, так я слышал, то мостик залила вода, весной была. Это его смыло там, ну и глаза он потерял. Полностью нет, говорится, ни одного процента. Как он много знал. Он однажды слушал на пленке мою беседу с Дмитрием Дудко, такой популярный священник из Москвы. И он послушал, говорит, а кто это беседует с ним? А ему говорят, да это из Барнаула там один мирянин, то есть простец. Он говорит, так он прав, везите меня к нему. Его привезли из Каннско-Красноярска края. Представьте себе, насколько человек любопытный. А ему уже 50 больше лет было, слепой. И потом он ко мне приезжал еще несколько раз один в такую даль. Он переплетал книги, делал печи, вел клирос один. Я посетил его. Отец Геннадий, которым он поехал, узнав, что отец Геннадий такой есть фаст, в Енисельске был. И, говорит, не мог определить границ его знания. Я с ним когда беседовал, он говорит, а вот по-славянски так написано. Вы руку туда суньте. Я заснул там полочкой. Достаньте ее. Откройте такая-то страница. Открывает. Почитайте, такая-то строчка сверху. Я жития насчитывал. 1173 жития, 12 томой Дмитрия Ростовского. Я их знаю. Но я не знаю, какого дня. Он их дни знал, когда у них день памяти. Вот удивительное дело. Я говорю, а как вы знаете? Я говорю, а национовые поэта знаете? Он тут же начинает считать. Вот как Павленко там Марина считает. Девочка, так он, наизусть. Поэма «Христианка», «Иуда». Я спросил, а Григория Наракоти там читал. Он цитирует прямо. Я не мог понять даже, что он не знает. Пушкина Ода, этого, Державина Ода. Он тут же, я считаю, Бог. Слепой. А мы зрячие. Как мы перед Богом будем отвечать за то, что глазами пользовались неправильно? Дальше. Деяние. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. Исайя. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Вот мне пишет Амросий Юрасов, что святые говорили не смотреть на звезды. Я говорю, как же, посмотрите. Все наоборот у монахов вывернуто. Одна монашка жила при Ниле, видела его разливы, закаты, восходы прекраснейшие. 30 лет и ни разу глаза не подняла посмотреть. Это Богу угодно. Да как Богу угодно, чтобы мы не видели, какой великий наш Создатель-то. Это выдумка. Само монашество выдумка и все уставы это выдумка. Прямо противоевангельская. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству, могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Так что, астрономия и все это на месте. Исайя. Чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза и глухой, хотя у него есть уши. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели. И сердца их, чтобы не разумели. Вот это главное. Спасу душу или не спасу. Масоны избрали для себя знак, треугольник, вершины кверху. И внутри изображен глаз, означающий их всеведение, что пронизаны все структуры правления в мире еврейством. У Бога всеведение и изображение видений этих очей понятно. Иезекииль. А ободе их высоки и страшны были они. А ободе их у всех четырех вокруг полны были глаз. Видение славы Божьей так выглядит. Не ушами изображаются, но глазами, потому что Бог все старается видеть сам, а не по слуху. Кытье. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне. Или нет, узнаю. Не то, что Бог сходил, а то дает сообразие, что Бог тщательно нехает в дело. И так, чтобы и мы. И страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Господь предупреждает пастырей, которые не учат народу, что он с ними сделает. Пророк Захария. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо. Мещ на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссокнет и правый глаз его совершенно потускнеет. Парни перекреститься не могут. Правильный крест соверши, чтобы поперещина была. Вот заметьте, патриарх молится, когда вот сюда руку куда-то сует. Путин молится. Правильно. Крест должен быть. Небрежево махание руки бесы радуются. Бесы руководят рукой тогда. Богу нужны ревностные люди. Тем более ревностными должны быть пастыри. Им нужно на несколько шагов впереди стадо идти, предусматривая места возможных искушений и грозящих падениями их овцам. И о том предупреждать их, чтобы они не свалились в голосование за коммунистов. Матфея. Избывается над ними порочество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей с их ушами, с трудом слышит, и глаза своих сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». «Кто не обращается к Богу и к Слову Божию, живет во грехе и не догадывается даже о том, считая, что так и должно быть, тех Господь считает слепыми, мертвыми деяния, а открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и веровать в меня получили прощение грехов и жребий со священными». «Когда арестовали, у меня пленки были «Отмых к свету», вот она называется. Это я брал из литературы мировой, все религиозные рассказы, редкие-редкие такие, но из журналов, дореволюционной литературы, пять пленок, их тоже мне в вину поставили. А это все дореволюционно, никак нет поношения советского строя». «Второе Петра. «А в ком нет сего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза». «Тьма слепила глаза». Вообще выражение. «Римлянам. Нет страха Божия перед глазами их. Как написано, Бог дал им в дух усыпления, глаза, которые ими не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их добудет сагбен навсегда. Тьма может ослеплять более, чем и физический свет в избытке. Через грешное око человека входят в злые пожелания. Придет время, и слепым будут завидовать очень и очень многие, что те не видели того разврата, того беспутства, по которым они погубили свои бессмертные души». Сирахов. «Устами твоими, своими враг, услади тебя, но в сердце твоем замышляют вернуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, когда найдет случай не насытиться кровью». Вот так. «Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает душу. Глаза любостяжательного не насыщаются какой-либо частью, и неправда злого иссушает душу. Злой глаз завистлив даже на хлеб и в столе своем не терпит скудость». Иногда мне говорят, что уж очень много мест писания приводится на таких занятиях и ответах. Согласен, что много, но не очень. Очень просто не может быть. Если бы мы были на высочайшем уровне в духовном плане, то из наших комментариев, может быть, было бы потребно совсем уж маленько. Иоанн Златоуст говорил проповеди в то время, когда не было главы стихов в книгах Библии, и он открывал Библию на каждой проповеди в среднем по 70 раз. Я специально подсчитывал это. Знаю, что Библию люди плохо знают и тем более православные, да еще и конкретно по теме какой-то. Я бы мог много еще сказать и из других источников добыть, но будет ли это тем сокровищем бессмертным, как тогда, когда взят из чистейшего источника и Слово Божие? Я уже знаю, что некоторые в наших книгах так их читают, пропускают то, что из Библии и ищут наши слова. Мне это не совсем понятно. Ладно, если это делает так священник или кто-то достаточно хорошо знающий содержание и даже на память священное писание, поэтому ему достаточно бывает взглянуть на стих и главу книги библейской, и он уже содержание в памяти воскресил. Но если это читает новичок, то этого делать никак не советую. Наши занятия тем и цены, что мы все стараемся подтвердить Словом Божиим, чтобы и в дальнейшем никто не ссылался на меня, а прямо таки говорил, так говорит Моисей, так говорит Исаия, так говорит Павел, Иоанн, Богослов. Ваши глаза должны быть открыты для слова вечной книги и искать, где бы еще ухватить что из этого источника, Серахов. Многие погрешали ради маловажных вещей и ищущих богатства отвращают глаза. Глаз очень уязвим и поэтому Бог так поместил его в такое впадение, чтобы сохранить со всех сторон книготовии. И не заметил я, что на стене были воробьи. Когда глаза мои были открыты, воробьи и спустили теплые на глаза мои и сделали на глазах моих бельма. И ходил я к врачам, но они не помогли мне. А Иохар доставлял мне пропитание, до Колени отправлялся в Елемаиду. Где воробьи, там и все, надо быть осторожным. Дьявол подстраивает соблазн. Замечали за одним монахом страсть к слабому полу. И когда они творили блуд прямо перед дверями к Еле и мешали другому в эти убежища свое, тогда он отодвинул ногой своего брата, собрата лежащего в весьма удобной позе, на мягкой и сказал, да отодвиньтесь же. И вдруг открылись у него глаза и он увидел, что нет никого, а лежит два снопа овса, принесенные им же самим чаровеченым. Не вери своим глазам, твори молитву Иисусову и разыдутся враги твои. Вот когда обвиняют такие это гомосексуалисты и прочее, доказательства должны быть точные, потому что много бывает по злобе говорится или как-то. Я не конкретизирую о чем-то, обвинение это очень-очень серьезно. Если такое случилось со священником, сан снимается раз и навсегда, безвозвратно. Вот так. Ну тут оборвано, конец, это означает у Игоря пленка закончилась и дальше уже нету. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.